Привет! Привет-привет всем! Спасибо за лайки! Привет, Ростов! Вот это вопросы сразу! Сейчас все будем отвечать! Спасибо! Я тоже рад вас видеть! Привет! Саламу алейкум! Спасибо! Привет, Краснодар! Родной! Салам Кизляр! Привет, Украина! Москва! Все на связи! Не, не набрал! Нет, нет, не набрал! Да, я буду теперь... Привет! Привет, Уфа! Саламу алейкум! Нет, я не набрал! На самом деле я, наоборот, отдыхаю! Два месяца отдыхал! Сейчас только начал тренироваться! Привет! На силомере... Ну, как измерял? Люди падают? Нет, нет, нет! Я отдыхал, на самом деле набор будет через... Привет, Краснодар! Набор будет через где-то, наверное, неделю! Привет, Ростов! Спасибо! Привет! Шея... Ну, у меня раньше была огромная шея... Вот... Я ее... Сейчас расскажу про Сушку! И про Синтол! Нет, я в Краснодаре! И мне что-то стали... Мне не разрешал Славик качать шею, и... Я шесть лет не тренировал шею и трапецию! Сейчас начал тренировать... Наверное, будем ругаться с ним! Ну, блин, пускай немножко будет, да! Подкачаю чуть-чуть! Я не против! Две тренировки в неделю делаю на шею! Может быть, как-нибудь сниму, покажу, как тренируюсь! Если заливает на сушке... Ну, заливать может по многим причинам! Во-первых, заливать может гормон роста, заливать может фармакология, заливать может большое количество белка, если почки не справляются, нагрузка на почки! Но, на самом деле, очень много факторов может быть, почему заливает на тренировки! Я хорошо! Привет! Спасибо! Выходы из сушки... Курсити... Ну, смотря сколько лет и смотря какие цели! Угли! Сейчас давайте про сушку сначала немножко, потом остальное! Если говорить про соревновательную сушку, если вы выходите с турнира, например, то я бы советовал в первую очередь умеренное потребление соли, углеводы повышать очень-очень постепенно, потихонечку, причем стараться не злоупотреблять сладким, принимать какие-нибудь легкие мочегонные средства, для того, чтобы не было мощной задержки воды, ну и стараться делать кардио хотя бы по полчаса в день, для того, чтобы сливать лишнюю воду из-под кожи. Я думаю, в таком режиме недели две, если еще протянуть, то как бы будет намного легче. Если сразу начать есть, отдыхать, не тренироваться, конечно, зальет водой, будут проблемы с давлением, будут проблемы со суставами, с мышцами, это очень плохо. Угли. Угли до тренировки для энергии, после тренировки больше на белок. После тренировки руки забиваются, значит, хорошая тренировка, это нормально. БЦА употреблять в состоянии катаболизма, если, например, на массе... Нет, у меня всегда 120 на 80. У меня бывает иногда резко повышаются там какие-нибудь. А так, чтобы спарринг... Ну, приходи, что-то ты в интернете со мной побазарить хочешь. Спасибо. Вот. Нет, на самом деле давление в принципе нормальное, у меня проблем не бывает. А если бывают, то резкий скачок и быстро падает. Ну, все может быть. Привет, Сибирь. Про БЦА, да. БЦА принимаем в состоянии жесткого катаболизма. Привет, Омск. Это, если не был длительный промежуток без еды или после тренировки сразу. Вот. Можно утром, как только проснулись. В зависимости от финансовых возможностей. Если деньги позволяют, хоть целый день можете есть БЦА. Если нет, то только в самые нужные моменты. Вот. То же самое можно сказать про день отдыха. Если, например, вы едете в машине, и у вас уже еда, например, по времени вы должны есть, но вы там стоите в пробке, и вам минут 20 до дома, то можно выпить порцию БЦА для того, чтобы подстраховаться от ненужного катаболизма. Вот. А так, в принципе, я думаю, после тренировки самое то. Про Синтол. Синтол никогда не ставил. А вот. Сейчас очень много темно, очень много на эту тему разговаривает. Но, я думаю, не обоснованно. Не знаю. Ну, может, кто-то и делает, но не так много, как об этом думают. Люди тренируются нормально вполне. У меня тоже я столкнулся с такой... С такими моментами, что когда я за полтора года сильно раскачал себе плечи, реально раскачал, нашел программу хорошую, подобрал. Нашел, видно, свою какую-то дорогу правильную. Все-все-все. Все очень хорошо пошло. Плечи раскачал. Конечно, у людей начнутся сомнения. Если до сих пор, ты там, 10 лет, у тебя плеч особо не было, а тут вдруг за два года, то да, 700. То, конечно, тогда думают, что... Программой я делился. У меня много тренировок на Ютубе. Заходите в канал Бодискул. Про что думать про Олимпиаду? Ничего. Я надеялся, что наши борцы и штангисты будут отрабатывать за легкоатлетов. В принципе, как всегда. То, что легкоатлеты не поехали, мы особо ничего не потеряли. Они все равно не выиграют ничего. Да, пишите в директ. Если залило на сушке в натураху, ну, я не могу ответить на такой вопрос. Еще раз говорю, много чего может быть. Я же не знаю, как вы питаетесь, как тренируетесь, что вы делаете. Это надо рассматривать, эту проблему более, как говорится, расширенно. Так просто по интернету за 2 секунды не ответишь. Да, я знаю, что штанги не будет. Тестобустер. Ну, хуже точно не будет. Шепелявлю, потому что у меня... Сейчас покажу. Не видно, наверное. Поставил брекеты. Делаю себе красивые зубы. Поставил брекеты. Поставил шпунты для импланты. Буду себе делать голливудскую улыбку. Поэтому разговаривать немного тяжело. Десна поцарапанная. Кушать больно. И так уже почти полтора месяца. Ничего, переживу. Скоро будет все нормально. 460 тысяч. По деньгам 460 тысяч. И 10 месяцев трахания. 10 тысяч. 10 месяцев. 10 месяцев я буду делать себе зубы. Стоит яйца заводить после прямой Оксаны. Смотря какие вы делали курсы. Если вы ели там тоннами, то хуже так же не будет, если ганаду проколите. Нет, 10 недель это что 10 недель. Я не понял немного. Нет, стоматологи на самом деле хорошие люди. Про гормоны. Ну так просто не скажешь. На кого-то, наверное, действует. Курс 10 недель нормальный. Привет, Дальний Восток. Стоматологи хорошие люди на самом деле. Очень помогают. Так. Мама твоя, педик. Ушел. Еще есть смешные. Так. Предтреники. Как таковые предтреники для стимуляции? Нет. Ютуб канал Body School. Называется Body School. Вот. Как таковые предтреники стимуляторы? Нет. Используй памперы. Либо аргинин, либо NO3 Drive, либо Dr. Jekyll что-нибудь, чтобы хорошенько напампиться. Спасибо. Это Анюта, наверное. Да? Привет, Анют. Jack 3D никогда не пробовал, честно. С чего посоветуешь начать курс? Давайте про фарму мы говорить не будем. Давайте другие вопросы. Чем на хлебушек зарабатываю? Ничем лежу, разговариваю с вами в перископе. Деньги сами капают. Следующий старт даже не могу сказать. По крайней мере, осень я точно отдыхаю, насчет весну подумаю. В Махачкалу пока что не собираюсь. Жду Леврона, как никогда. Наверное, больше, чем я жду, никто не ждет. Да, арбуз. Только что я ел арбуз, может, пару часов назад. Качаться без пурпита можно. Нет, не работа. Кевин Леврони очень хочется, чтобы сделал форму. Очень. Я не говорю, чтобы он выиграл. Просто, чтобы сделал хорошую форму. Я буду очень доволен. Да, у Гринова получилось так, что сезон будет без тяжеловесов. Аргинин. Ну, я сейчас использую Сановский. Аргинин от фирмы Сан. Спасибо. Хороший, нормальный. Даже две капсулы хватает. Одну пью до тренировки, тренируюсь. Потом в середине тренировку еще одну. В Москву приехать. Да, скорее всего, не хочу быть голословным. Но, если все получится, с середины сентября и до конца... Нет, вру. Сентябрь. С середины октября и почти до конца ноября, месяца полтора, планирую пожить в Москве. Да, в Краснодаре живу. Для роста ног вообще одну тренировку. Делаю, алейкум салам. Делаю одну тренировку для ног. Но у меня был такой период, когда я решил делать две. Но я делал одну полноценную тренировку ног. А потом через три дня делал выпады. Вплоть до десяти подходов только выпады. Какой-то короткий промежуток времени я чувствовал какой-то прогресс. А потом встал. Видно, перестали восстанавливаться или что. И на самом деле решил вернуться все-таки к одной тренировке в неделю. Если я буду в Москве, поверьте, видео будет со всеми. Как можно быстро сбрызгать? Быстро никак. Да, я занимался в Газпроме. Я там работал. Честно говоря, даже стыдно вам показывать банку. Потому что я два месяца не тренировался вообще. Я очень мало ел, потому что отдыхаю. Решил полностью отдохнуть от всей этой суеты. Был тяжелый сезон. И я вот только неделю начал как тренироваться. Чувствую себя замечательно. Вот. Покажи. Вот. Так нормально. Дрыщ банка. Ну, зачет. Ну, на пляж выйти нормально. На пляж так выйти, там, бабушек попугать нормально. Ем я часто. Я порции маленькие. Ем стабильно каждые два, максимум три часа. Ну, бицепс 44 сантиметра. Это от величины не зависит. Я всегда говорю. Валейкум Салам, ученик Руслана. Вот. Я всегда говорю, что у моей соседки бицепс 64, но она не силхит. Понимаете? Поэтому объем. Я иногда бабушек видел с такими объемами рук. Я думал, что они там делают с этими руками. Бицепс бедра. Стандартные сгибания и мертвой тяги. Бицепс, да, 51 примерно. 50 с половиной, 51, смотря как, как, как. Я ем не с пяти, с шести. Ем с шести. Нет, у меня всегда были руки большие. У меня всегда были руки довольно большие. И у меня еще в 20 лет даже на кистях уже были мышцы, если так посмотреть. Ладонь довольно большая, пальцы длинные. Вот. Поэтому как бы... Как покажи тело? Что мне сейчас ставить? Штаны снять там, футболку? Вот. Посмотрите в телевизоре на канале. ПРВ. Это привет, типа, с дрэ. За уходишь или спортсмен? Еще один глупый вопрос, я тебя баню. Часов 10 последний. Нет, прям до конца, до этого, как его, до отхода ко сну. Привет. На икроножную 3, примерно 3. 2 килограмма жира, это примерный такой пристрел. Это очень комфортное похудение, которое не будет, во-первых, сильным стрессом отдаваться на ваш организм. Не будет очень сильной компенсации. Так, все уходит. Умник. Не будет слишком сильной компенсации потом, когда вес быстро возвращается. Организм успевает потихоньку, потихоньку привыкнуть к этому. Бля, я просто в зал хожу. Спасибо. Качок. Нет. Откуда вас, зачем? Бля, в интернете одни каратисты, елки-палки. Ну, я тебя поздравляю, если у тебя 44 сантиметра сухая рука, это круто. Это круто. Нет, не жена. Нет, не пью пиво вообще. Вообще спиртное никогда не пью, не пил и не собираюсь. Я небольшой. Я нормальный. Нет, абсолютно не напрягает. Абсолютно. Меня напрягают гнилые люди, стукачи, утки, лицемеры, жополизы, пидорасы. А спортсмены в плавках меня не напрягают. Будь это пловцы, или борцы в трусах, или микс-файтеры в трусах, или, я не знаю, там, бегуны. Отлично. В трусах нормальный. Я лучше буду в трусах нормальный пацан, чем в пиджаке от Армани, пидорас. 31 год. Плохо отношусь к поздним тренировкам. Удар хороший. Ну как, что мне сказать? Тебя выстегну. Такой ответ устроит. Стероиды употребляю. Шикарно употребляю стероиды. Каждый день. Приветствую, Колорадо. Салам алейкум. Да, нет, сейчас кардио не делаю. Что у меня из портпита? Блин, сейчас могу перечислять целую трансляцию, на самом деле. Все. Все. Yes, стероид. Пидоров сейчас много, к сожалению, везде абсолютно. Это очень страшно. Это не зависит от цвета кожи, нации или стиля жизни. Если человек такой, то все. Хана. Я с Краснодара. Приветствую, Украина. Из портпита, ну естественно, протеин. Сейчас на тренировке, да, есть США план. Сейчас на тренировке карболик. Употребляю карболик. Это углеводная смесь от фирмы ProSabs для набора массы. Шутник. Кабан – это свинья. Понимаешь? Я мусульманин, меня кабаном называть не надо. Если у тебя какие-то... Так, одного американца... Сейчас вышел, анимация. Так, все, американец ушел. Если у тебя какие-то вопросы серьезные есть, задавай. Если нет, пойди поищи какую-нибудь другую трансляцию. Блин, я потерял ответ... А, карболик... А эти уроды только в интернете. Уроды только в интернете. Вживую все такие вежливые, добренькие такие все. Красивенькие. В интернете все, каждый второй там что-то... Можно курсить 17 лет. Лучше не надо. Лучше не стоит. Употребляю БЦА, аргинин, креатин, флейцин, глютамин. Короче, что только не употребляю. Чем опустить внешнюю часть бедра к колену... Я, наверное, немного не понял вопроса. Джентропин, гормон роста, довольно хороший. Я не скажу, что я его особо мне не нравится. Потому что от него очень сильно болели суставы. Даже от 5 единиц. Нет, я уже давно не курирую спортсменов онлайн. Потому что он написал ФАК У. Это американский сленг. Они пишут уже не Ю, а просто букву У. Так говорят в Америке. Поэтому я сделал такой вывод. У тебя большой. Показывать не будем. Да я же не парюсь лежу. Я раньше нервничал, когда видел таких индейцев. Сейчас я уже не парюсь. Забаним, молчат, ткнем пальцем и все, и уйдет. Да, я с Каспийска. Нет, как это я, расист? Нет, конечно. Я не расист. Привет. Да, слушаю. Если я чьи-то вопросы пропускаю. Дагестанец по национальности. Если я чьи-то вопросы пропускаю, то толстяк. Конечно толстяк. Главное, что ты был красавчик. А мы переживем. Главное, что ты сосочка. Я начал в 18. Привет, Самара. Наверное, не худшим, а худым. Да, когда-то я весил 4,200. Было такое время, я весил 4 килограмма 200 грамм. Лакец и Апанадзе. Какие упражнения? Как раз насчет этого начал говорить люди. Если вдруг я кому-то на вопрос не отвечаю. Это не потому, что я вас не люблю. Или я вам не хочу отвечать на вопрос. Они идут. Я не Юлий Цезарь. Я не могу одновременно читать, отвечать на 8 тысяч вопросов. Понимаете? Поэтому, если я кого-то пропускаю, извините. Пампер называется NO3 Drive. Никак не вылечить оторванный бицепс. Потянутый можно, а оторванный уже нет. Если мышцы нет, если она оторвалась от сухожилия, то все, конец. Очень много спортсменов, которые выступают с такими травмами. Грелку порвать не пробовал? Не знаю. Надо сначала попробовать. Нет, пресс показывать сейчас не буду. Бедро растет вширь. Ближе к колену. Я думаю, надо попробовать жиму ногами в более короткой амплитуде попробовать. Здорово, здорово. Не слышал, алейкум салам, не слышал я о разногласиях Далера и Валеры, если честно. Я не скажу, спасибо. Я не скажу, что я очень слежу за этим. Но все может быть. К Далеру отношусь хорошо, к Валеру, к Валерону тоже. А то, что у них между ними, не могу прокомментировать. Бицепсы как покачать? Сейчас расскажу про курс. Денис Борисов. Да, хороший парень. Блин, потерял вопрос. Ядрит. Да, с Краснодара. Первый курс у меня был 6 ампул Сустанона по 250 в неделю. И 6 ампул Нандролон Деканата по 200 в неделю. Это был у меня первый курс. Дочью, если вы имеете в виду Вадима Иванова. Да, Вадима знаю. В ягодицу, в плечо, в ногу, куда угодно. Да, турник и брусья это лучше, чем ничего. 180 рост. До начала качки весил... Ну, когда пришел в зал, где-то примерно, наверное, 74 килограмма, насколько я помню. 74 килограмма. Был в Адыгее. Ну, естественно, я был в Адыгее. 18 лет не был. Да, очень хочется тоже в Москву приехать, постараюсь. Жим на наклонной 200 на 8. Это мой потолок. Нет, никак не влияет. Абсолютно чисто пампит. Противопоказания. Последствия бывают только от глупых мозгов. Фармакологические препараты это то же самое, что и лекарства. Лекарства при правильном употреблении лечат. При неправильном употреблении могут просто кони отдвинуть за 30 минут. Поэтому к ним надо подходить грамотно, разумно и желательно под руководством врача. И тогда у вас все будет замечательно. Миллионы людей употребляют, живые, здоровые. У всех есть, как говорится, нормальная жизнь. Дети, не знаю, все будет нормально. Есть такие же люди, которые употребляют, и их жизнь превращается в говно. Жил себе нормальный человек, начал курсить и через 2 года превратился в говно. Такое тоже бывает. Поэтому в моей семье бегать не привыкли. Поэтому все должно быть грамотно. Сейчас, в данный момент, меня, например, консультирует Алексей Меряков. Меня консультирует Алексей Меряков. Я думаю, все его прекрасно знают. Очень хороший врач, специалист, спортсмен. Он мне абсолютно все рассказывает. Следит за моим, как говорится, анализами, за здоровьем. Превратился в говно. Ну, какие-то проблемы со здоровьем, в первую очередь. Где-то пошли проблемы, где-то посыпало прыщами. У кого-то гинекомастия. У кого-то, может быть, проблемы начались с давлением или еще с чем-нибудь. Много, много чего может быть. Человек может просто... Клинбутерол для сушки самая хорошая – это диета. Клинбутерол я употребляю 3 недели в году перед соревнованиями. И я не употребляю его как препарат для сгонки жира. Я употребляю его как препарат для удержания мышечной массы во время жесткой диеты, когда остается там последние 3 недели. Спасибо. Диета и клен работают, да. Со здоровьем? Тут не сглазить. Уже много раз говорю, отвечая на эти вопросы. Слава Богу, все нормально. Абсолютно здоровый человек. Никогда в больнице не лежал. Нет никаких проблем. Нет никаких болезней. Ничего не беспокоит. Все хорошо. И слава Богу, дай Бог, чтобы все время так и было. Потому что здоровье – это такая вещь. Тут даже убивать его не надо. Шел по улице, споткнулся, ногу сломался. Нет, ГР не запрещен. Хорошего тренера? Ну, как я вам могу посоветовать, например, хорошего тренера? Хорошего тренера смотря... Ну, Вячеслав Угринов, Алексей Меряков. Обратитесь, не знаю, если вы в Москве, к Дмитрию Голубочкину. Думаю, он хорошо вас покачает. Фашистия – это Германия. Если Германия, то привет. У Гринал замечательный тренер. Сколько стоит тренер? Привет, спасибо. Сколько стоит тренер? Это, ну, у каждого свои расценки. Я думаю, в Москве дороже, в Краснодаре дешевле. Метилдрен-25, метилдрен, а, жиросжигатель я не употреблял. У меня тренировка стоит 700 рублей. Да, кто-то может сказать, что это копеечные деньги. Это абсолютно нормальные деньги. Нормальные деньги для нормального пацана. Леша Меряков. Да, мы с Лешей Меряковым дружим. Он очень сильно мне помогает, за что ему огромное спасибо. Он действительно профессионал. Вот, но до него очень тяжело дозвониться и достучаться, потому что он очень сильно занят постоянно. Знакомых где-то, наверное, год. Сколько тебе лету? 31 лету уже живу. Музыку? Ну, в принципе, разную. Абсолютно разную. Только что ответил на вопрос. Хороший музык. Знаю Азамата Карабашева. Живет тут недалеко. Салам, где тренишь? По крайней мере, жил. Он здесь работал в Кингфите, недалеко от меня. Отличный спортсмен, замечательный. Такому чуваку, как Дмитрий Иксфит. Ну, как, что вы хотите от меня услышать? Человек занимается спортом. Может быть, иногда лишнее болтает. Несмертельно, что. А так, хороший парень абсолютно. Мне ничего плохого не сделал. Да и никому, в принципе. Я как-то попадал на его трансляции. Мне было интересно посмотреть. Я на него не подписан, но когда случайно попадал, мне было интересно. Я не знаю, кто такой Азамат Биштоф. К Шредеру я не знаю, кто такой Шредер. Пятое iPhone у меня. С. Банку уже показывал. Так, тупой типа качок, а ты типа интернетный герой. Смотри, ты идешь нахуй. Обрати внимание. Оп, улетел. В Москве, конечно, я постараюсь устроить семинар в Москве, если буду, и может быть, даже не один. Армспортом? Нет, никогда. Никогда не занимался армспортом. Я извиняюсь. Я запомню. Босс. Банк. Пиши вопрос, я прочитаю этот вопрос. Как я пришел к фарме? Жизнь довела. Не знаю, сколько у меня бицепс. Я не замеряю на самом деле. Но то, что я сейчас немножко похудел, да, я же говорю, я не занимался. У меня сейчас вес 118 килограмм. Хороший вес, вот. Но был 122. А сейчас на массонаборе я планирую до 126 его поднять в хорошем, сухом качестве, нормально. Помнишь меня? Как я должен тебя узнать? Скажи мне, по розовому квадратику? Розовый квадратик я не помню. Профилем повернись, пожалуйста. Привет, Калининград. Не, биграми мне не нравится. Так, еще один умник уходит. Добрый вечер. Спаса Кукоцкого. Ну, парень, он хороший, а что? Вот там были передачи, как он называется, скажите? Там каникулы, каникулы. Летние, да? Как каникулы. Нормальный парень. Я там несколько серий посмотрел. Хороший человек. Не знаю, как насчет тренера. Не знаю, как так. Забаним сейчас кабачка и продолжим разговор. Тайские каникулы. Точно. Вот, вот, вот. Тайские каникулы, да. Смотрел Тайские каникулы. Мне он очень понравился, на самом деле. Быстро никак. Только зажиреть. Мышечная масса растет планомерно, потихоньку. Олимпию, наверное, все-таки никогда. Как бы ни... А, кто... А, я думал, я возьму. Я, наверное, никогда не возьму. Это точно. А кто возьмет? Фил Хит возьмет. Кто еще? Я думаю, Фил Хит. Привет, Петербург. МакКавер. О, я не знаю, кто это. 180 рост. Становую много не делаю. Болит поясница сильно. Привет, Беларусь. Что я не возьму. Блин, не дотяну до такого уровня. Насчет Кая Грина. У хорошего ничего. Спортсмен хороший. Все. Бодибилдинг – это спорт. Это самый настоящий спорт. Это говорит вам человек, который очень много, как им видами спорта занимался. Такого труда собачьего, такой дисциплины. Все говорят, как можно назвать спортом то, когда люди стоят на сцене и просто напрягаются. Во-первых, чтобы на сцену выйти, надо полгода отпахать каждый день по две тренировки до потери сознания. А потом, выйдя на сцену, еще обезвоженным постараться 15 минут выдавить все мышцы свои. Если кто-то думает, что это легко, пусть попробует. Как пить омегу? Возьмите банку и почитайте. Там написано. На банке написано всегда. Потому что разные дозировки, разные препараты, разный вес у всех. Например, кто весит там 50 килограмм, может одну капсулу. Кто 100, тому две. Так дальше. Я футболист. Я тебя поздравляю. Алейкум, Салам, Махачкала. Привет, Тагил. Бицуху уже показывал. Скучно ее показывать. Маленькая, дохлая. Привет, Ксю. Элкарнитин, да, очень хорошая добавка. Мне нравится. Элкарнитин хорошая добавка, правда. Да, уже начали развивать. Сегодня поехал, купил макбук 15 себе. Много чего купил. Сейчас закупаем новую камеру. Две камеры есть. Закупаем еще одну. И скоро будет у нас канал. Да, на зипе живу. ЖК Московский. Скоро у нас будет канал. Точнее, у нас есть канал, который шикарно работал. Но где-то на год примерно мы его запустили. Сейчас будем все это... Замак где-то там 140, где-то 130, 140, не помню. Да, я бы уже сегодня начал снимать. Нет. А, если вы с собакой гуляли, то может быть. Я с собакой не гулял. Я бы мог и сейчас начать что-нибудь снимать для вас интересное. Но я сам пока только начал тренироваться. Валейкум, салам, Каспийск. Поэтому нужно как-то сначала войти в ритм. Я же не буду вам показывать приседы по 200 килограмм. Кому они интересны. Если уж приседать, то 250, 300 и выше. Поэтому дайте мне немножко времени, и будет у вас интересное видео. Да, я бодибилдер. Привет, Армавер. 31 год. Я же говорю, мне надо выходить на трансляции. Привет, Байконур. Мне надо выходить на трансляции. Байконур это Казахстан, да? Казахстан. Мне надо выходить на трансляцию с табличкой. 31 год. Дагестанец. Краснодар. Вес 120. Там рост такой-то, такой-то. Привет, Волжский. Что пить лучше, чтобы сбросить вес? Сидеть на диете. Бицепс. Да, я показывал уже бицепс. Знаете, вот, посмотрите. Вот это бицепс. Вот второй. Привет, Орел. Белка 3 грамма и выше. Да, это все так думают. Все подходят к девушке моей или к знакомой, там, подруге и на ухо. О, скажи, пожалуйста, у него все нормально, а? Они не боятся, что их молодые люди курят, бухают, жрут холестерин. От того, от чего реально не стоит. А я, наверное, похож на унылое говно с видом. Ха-ха-ха-ха. Что все за меня так переживают. Гейнер с БЦА я не советую. Я советую сначала выпить БЦА, а потом минут через 10 гейнер. Спасибо, я тоже рад тебя видеть, Зураб. Девушка есть, да. От гречки, да, хороший продукт. Ва-алейкум салам. Привет. Я тоже тебя люблю. Ва-алейкум салам. Ва-алейкум салам. Вот, видите, от железа, да, три упражнения на бицепс. Ну, они все, в принципе, идентичные, как бы. Скамья скота. Подъемы на бицепс через стороны с гантелями. И либо молоток, либо обратный хват для предплечья. Канал называется Body School. Рвется бицепс. При сильной нагрузке, естественно, спасибо большое. При сильной нагрузке мышца просто отрывается от сухожилия и все. Вот. Какое, Кате Усмановой, мнение вы, наверное, имеете в виду? Углей, если слонен к жиру. Ну, в зависимости, какой у вас вес. И потихоньку сначала берете более высокую дозу, комфортную. Вот. Не старайтесь сразу с места в карьер начинать бежать. А вот. Берете комфортную дозу. Где-то месяц, там, недели три смотрите на состояние жировой прослойки. Если она постепенно уходит, то пока можно придержать. Если нет, то по чуть-чуть, планомерно понижайте углеводы. И после каждого понижения углеводов давайте себе как минимум две недели времени для того, чтобы посмотреть результат. Не ждите, что у вас там за два дня вес начнет сразу падать. Если вы быстро слишком будете сбавлять углеводы, то организм просто начнет получать стресс. Жир у вас уходить не будет, а еще и мышечную массу потеряете. А про стресс нервный я вообще не говорю. Голова просто загнется. И в один момент вы просто полетите в холодильник. Скажите, все, все в жопу, буду жрать и все. Есть автограф. Спасибо, приятно. Любой вопрос можно, конечно. Привет, Алмата. Привет. Любой вопрос можно, да, бодискул, только через Аш, как скул, школа. Машина? Нету машины у меня. Все думают, что мы здесь миллионеры. Я сейчас развиваю себя немножко в другом направлении. Если все получится, то скоро будет новая машина. Тренируюсь всю жизнь, если взять бодибилдинг, 15 лет. Жопу сделать меньше. Сесть на диету в первую очередь. Подготовить к соревнованиям диабетика в Бейте. Да, права есть. В Бейте в Google Джейсон Постон. Джейсон Постон – это один из самых известных профессиональных пляжных бодибилдеров мира. Он на Олимпию входит в топ-3. Джейсон Постон, он так же, как и я, сотрудничает с брендом ProSabs. И у него диабет там какой-то первый, третий, я не знаю. Очень жесткий диабет. И при этом он круглый год в великолепнейшей форме находится. Главное подобрать под себя правильную систему. Хоть раз. Да не хоть раз. Хоть тысячу раз. Колол, конечно. Так, сейчас мы членососов забаним. Два членососа ушли. Сейчас подождем еще парочку и ответим на вопрос. Как тренироваться с язвенным колитом? Блин, ну тренировки, я думаю, на саму программу тренировок или подходу к тренингу это никакого отношения иметь не будет. А вот как лечить или как-то профилактировать, это, наверное, все-таки к лечащему врачу. Я только что вколол деку. Ну, поздравляю вас. Надо качаться в меру. А что, по-вашему, мера? Вот у кого-то есть миллион долларов, а он хочет 10. Понимаете? А у кого-то есть 100 тысяч рублей, он мечтает о миллионе. У каждого мера своя. Сахар не ем. У каждого своя мера. Гейнер только для очень худых спортсменов. Очень худых для тех, кто вообще дерьмово набирает. И кто очень мало ест. Насчет NRG Pro хорошего ничего не скажу. Ээээ, эээ, качок, спортсмен, красавец мачо. До свидания. Вот. Так, мачо ушел один. Этот дрыщ, этот свинья. В интернете все такие красивые, я посмотрю. Прям мачо. Как похудеть? Диета. К сожалению, на этот вопрос я вам быстро ответить не смогу. А без тренировок. Надо было сразу одним фразом написать. Одной строчкой. Врач, у нас врачи никогда ничего не разрешают делать. Да, астероиды употребляют. У нас врачи никогда ничего, всегда упал, споткнулся, в зал не ходи, на борьбу не ходи, там туда. У меня пацан знакомый, 16 лет, на борьбе себе немножко позвонки сместил. Ему врач все, говорит, сиди дома, полгода не занимайся. Я говорю, что, идиот? Пацану 16 лет. Как его сейчас посадить на диван и, как говорится, убить ему молодой возраст? Пускай просто как-то там тренировки закачает, там, мануальная терапия. Ну, нельзя, чуть-чуть что случилось, сразу садись на диван, ничего не делай. Протеин. Я, наверное, вас удивлю или огорчу, но протеины употребляем мы все. Протеин это обычный белок и он есть в абсолютно любой еде. Так что ты такой же протеинщик, как я. Нет, никогда не волосею, волос на теле вообще очень мало. Стероиды на потенцию. На потенцию влияет, еще раз говорю, больная голова. Если вы съедите апельсин, он полезный. Если вы съедите ящик, вас увезут в больницу и вас никакой врач не откачает. То же самое с астероидами. Если вы правильно подходите, у вас все будет хорошо. Семьян Ван. О, это какие-то страшные китайские, ужасные капсулы, которые сейчас парят по интернету. Они, да, про них говорить. Ну, как бы, да, врачи, конечно, против всего. Руку покажи пресс. Ничего не понял. После перелома в ноги то же самое врач скажет, смотря какой перелом бы у вас. Для тех, кто спрашивает, сколько я жму, сколько я тяну, сколько я приседаю. Для тех, кто хочет посмотреть на мои там какие-то там результаты, прессы, все с собой. С тобой я не разговариваю. Смотри, я тебя удаляю. Смотри, ты ушел. Ай, блин. Ни того, ни того. Так. Что мы там говорили? Блин, потерял тему. Ладно, хрен с ним. А, все, кто хочет посмотреть на прессы, на все остальное. Адам Абакаров вбиваем в ютубы и все смотрим. Там все написано. Угринов молодец. Я уверен, у вас все получится. Угринов молодец. Как накачать руки? Опять же, вбивайте в ютубы, смотрите мою тренировку рук. Так, ты уходишь. За слово кабан. Еще раз такое слово. Еще раз, кто пишет слово кабан, уходит в бан и все, и мы больше не общаемся. Идите где-нибудь в другом месте, смотрите трансляцию. Если вам не хотите хороших ответов развиваться, то идите на другую трансляцию. Так, отвечу, давайте, я запомню. Давайте, задавайте вопросы, я вам отвечу. Про Гостюнина? Да никакое у меня о нем мнение. К живухину, к живухину, хорошо. Закурсить не решаешь? Ну, смотря сколько лет. В любом случае, если ты решишь это делать, то консультацию возьми у очень хорошего какого-нибудь специалиста по этому делу. Подходи, подойди к этому грамотно. Не пожалей там какую-то денежку, найди хорошего врача и пусть тебе грамотно все сделают. Если вдруг ты решишь это делать. До 18-20 лет я этого делать не советую никому. Опять же, смотря какой у вас организм. Я, например, могу до 10... Я могу, например, до 10 граммов белка употреблять и все будет нормально. Спасибо большое. Вы знаете, сдал анализы, сдал билирубин, креатинин, мочевину. Абсолютно все сдал и все было в пределах нормы даже после тяжелого курса. Все было. Где-то надо поискать анализы. Единственное, был немного повышен пролактин. Но Алексей Меряков мне его очень быстро посадил на место. Буквально, наверное, недели две и пролактин стал в норме 55. Поэтому, на самом деле, да, кто-то может удивляться, кто-то нет. Но у меня показатели анализов. Да, 10 граммов на килограмм я ел под 1000 граммов белка на подготовке. И у меня великолепные показатели. Я сейчас скажу. У меня тестостерон был где-то на курсе там под 70. Вне курса около 30. Это насколько я помню. Пролактин, билирубин, креатинин, мочевина, эстрадиол. Все были в норме. Немного страдал фолликово-стимулирующий гормон. Сейчас с Алексеем мы это все решаем, этот вопрос. Вот, тоже чистимся. Поэтому, как бы, все-все-все в пределах нормы. Все хорошо, слава богу. Лучше всего... Да, гепатопротектор употребляю фирмы сам. Лучше всего 3 месяца курс, 3 месяца отдых. Я так считаю. Дисбактериоз. Дисбактериоз бывает, в принципе, у любого человека. В этом ничего страшного нет. У меня был не столько дисбактериоз. У меня была небольшая ротовирусная инфекция. Где-то в начале моей подготовки. Когда реально там, блин, и тошнота. И я помню, я пропил бифи-форм. Ацепол, бифи-форм, линекс, в принципе. Но мои врачи мне советуют бифи-форм. Я пью бифи-форм. После 30-ти, да, после 30-ти, мне кажется, как раз самое то. Про курсы стараемся не говорить. Про китайские капсулы. Да говнулся я это. Говнулся я это. Никак. Нет. Если вы уходите отдыхать... У меня сейчас, я вам честно, я сейчас своей мочой могу весь Олимпийский комитет обоссать. Они там ничего не найдут. Понимаете? Я на самом деле по-настоящему чистый. И я такой уже 2 месяца. И при этом у меня хорошая форма. У меня действительно хорошая форма. Я сам удивляюсь. Может, это стаж. Может, это уже как бы мышцы реально готовые уже с возрастом, я не знаю, с стажем тренировок. Но я абсолютно чистый. Я даже не тренировался. У меня сейчас самая плохая форма в году. Вот то, что вы сейчас видите. Поэтому... Да, питание. Вот питание я контролирую очень... Так, желчным. Вот. Показать свои яички? Приходи, покажу, блин. Питание всегда держу на высоком уровне. Здравствуйте. Питание всегда... Я не ем сладкого, жирного, мучного. Стараюсь есть только сложные углеводы. Там, если позволяю себе что-нибудь, там, то это очень редко. И очень, там, чуть-чуть буквально. Любимое блюдо... А если скажу, куриное филе, все равно никто не поверит. Прямо перед сном можно кушать, главное, не тяжелую пищу. Можете протеиновый коктейль выпить. Из аптеки? Из аптеки никаких. На самом деле, очень легкие. Они все хорошие, но для того, чтобы вы почувствовали... Для того, чтобы тренирующийся взрослый спортсмен или спортсменка со своей интенсивностью почувствовали аптечную дозу препаратов, ее надо повышать в несколько раз. Если мы говорим про витамины. Вот. Поэтому я считаю, что лучше пойти уже в магазин спортивного питания, укупить профессиональные спортивные витамины с дозировкой для людей, занимающихся тяжелым физическим трудом. Метан, ну как сказать? Метан убивает... Нет, где... Так, все. Задрала меня эта дура. Нет, гептравы я никогда не принимал. С утра лучше углеводы. Нет, я думаю, нет. Нет, зубы еще делаю. Еще делаю, поэтому немножко тяжело разговариваю, потому что еще сейчас верхние брекеты будут. Короче, будет жопа. На полгода, короче, подписался на задницу. Фармаком. Раньше Фармаком была очень хорошая фирма. Сейчас я не знаю, но я не думаю, что фирма такого уровня будет делать пустой препарат. Может быть много подделок. Вот. А так ничего не могу сказать. Про Писюнь... Это парень спрашивал? Блин, господи, блядь. Надо было раньше его забыть. Вы бы мне сказали, вы бы его хоть послали нахрен, чтобы я на него быстрее забанил его. На завтрак макароны. Отлично идут макароны. Картофель запеченный. Я сегодня ел, например, давно стоит брекет. Не понял. Не понял, что говорите. Так, сегодня ел, например, картофель, брекеты. Я не знаю, обычные, необычные, но реально я вижу, что прям зубы там за месяц прям ровнее стали. Дай бог, все будет. Я спросил, у меня будет улыбка, как у Анжелины Джоли? Мне сказали, да, Адам, у тебя будет улыбка, как у Анжелины Джоли. 460 тысяч положи, и через полгода ты Анжелина Джоли. Вот теперь жду. Получится или нет? Сегодня картофель ел запеченный. Привет, Абхазия. Просто беру картофель, нарезаю на кусочки, засовываю в микроволновку на 14 минут. Шикарно. Импланты нет, буду ставить в конце августа. Здесь правую сторону, потом буду... А, да, сейчас, извиняюсь. Зураб, импланты поставил, а сами два зуба будут через месяц. Надо, они там 2-3 месяца должны же при этот, как там, прижиться. Телефон на селфи-палке. Вот все думают, я почему лежу, мне так удобно. У меня селфи-палка, вот, я держу телефон на селфи-палке. Очень удобно. Картофель ни с чем, просто картофель и мясо ел. Сколько АКЮ, не знаю, не мерил. Читать умею, и слава богу. Сейчас 118. Не знаю, сколько. Ну, где-то в районе 50, наверное. В Краснодаре делаю зубы, и причем... Ну, блядь, извини, блядь, что я урод, елки. Главное, что ты красавец. Да, курсил. Я не пью коньяк. Льняное масло, да, ложку употреблял на диете. Сейчас тоже заправляю салат льняным маслом. Я не тренирую по скайпу, по скайпу только консультации. Брекеты стоят уже 2 месяца, и еще, наверное, будут полгода стоять. Причем стоят на нижних зубах. Я сейчас хочу еще верхние поставить. Просто верхние мне пока не делают, пока имплант не вставят. Как его поставят, потом верхние тоже будут. Туриком, да, курсил туриком тоже. Тренинг на месяц в зависимости от количества тренировок. Валейкам салам. Так, все, я тебя баню. Иди гуляй где-нибудь в другом месте. Пресс есть. У меня всегда пресс есть. Я никогда не хожу без пресса. Я себе не позволяю ходить без пресса. Даже если я не тренируюсь 2 месяца, у меня все равно есть пресса. Ну, поменялось как. Естественно, я разные абсолютно количество повторов использую. Но, в принципе, да. В принципе, примерно. В Грозном Грозный хотел семинар. Просили где-то на середину июля. Но что-то не звонят, не пишут. Поэтому пока в Грозный не собираюсь. Как только решат, тогда посмотрим. Да, каждая тренировка по 700. Вот еще просто не хавай. Хавай на хорошую еду и все будет шикарно. То, что не пьешь, не куришь, это великолепно. Спасибо большое за качество. Мне Славик вариантов не оставляет. Про Кувейт. Блин, мне кажется, с давлением нормально. Мне кажется, более врачебный подход. Мне кажется, что там постоянный смотр анализов. Если какой-то там блокирующий гормон выделяется. Или повышаются какие-то анализы. Или понижаются. Мне кажется, что они все это держат под таким контролем. Нет, я не чеченец, а дагестанец. Что по-другому. Ну как? Ну что они? Там говорит, что у них какая-то фармакология фирменная. Ну может быть, да. Но я не думаю, что тот же самый Виктор Мартинес, например, в Штатах хуже себе что-то вставил. Наверное, какой-то подход более врачебный. Мне кажется, что тут больше не в фармакологии дело, а именно в общем оздоровлении спортсменов. Больше внимания именно на эти, как говорится, аспекты. В Махачкале я был недавно. Я тебя сломаю. По интернету, что ли? В интернете? Давай, приходи вот в перископе попробуй. Я тебя вот сюда поставлю, попробуй сломать. Да и мозгоебство, в принципе, да, с Дагестана. Сейчас вообще арабские страны, у них денег валом. Условия шикарные. Фармакология. Светлана, вам большой привет. От мужа. Там большой, как говорится, такой отношение к фармакологии совсем другое. Она легализована. Я думаю, что там, конечно, полегче, чем в России. Да, там разрешено, да. А почему телефон греется? Не знаю, спросите у консультанта Евросети. Если у меня перетяжка, немножко не понял. Почему в России все так плохо с фармой? Потому что российским властям не нужны спортсмены. Не нужна сильная нация. Сильную нацию тяжело контролировать. Нас медленно сдеградирует. Медленно, медленно. Поехал бы в Кувейт. С удовольствием поехал бы. Не знаю насчет желчного, честно. Не могу ничего сказать. Я же не врач. Не знаю насчет миостатина тоже. Я, например, ничего не принимал. Насчет желчи, насчет телефона не знаю. Натуралы. Я уже говорил, натурал в бодибилдинге, это как Дед Мороз. В него верят только те, у кого мозгов нет. Это, во-первых, вот. Это такой же мифический персонаж, как и Дед Мороз. А если говорить о человеке, который не использует фармакологию и просто тренируется для себя, я скажу так. Ты ничем, в принципе, не отличаешься от профессионального спортсмена. Если не учитывать того, что у него веса, с которыми он работает, в три раза больше. Вот и все. Твои там, если у тебя на грудь жим 50 килограмм, они тебя точно не убьют. Добрый вечер. Даггер, да, футболку подарили близкие друзья, кепку подарили еще более близкие друзья. Дмитрий Эксвит говорит, что он натурал. Ну что, молодец. Про курсы не будем говорить. Дагестанец я. Про курсы не будем говорить. Я же уже просил. Во-первых, в сети много девочек. Девочки спрашивают более такие вопросы, приземленные для общего круга посетителей. Для кого-то отдельно подбирать какие-то там курсы. Мне кажется, это будет, во-первых, некорректно. Во-вторых, вот к ним я отношусь очень плохо. Очень негативно. Пусть я буду нелояльный, пусть я буду там, как это сейчас, нетолерантный. Мне насрать, как это называется. Я к ним отношусь плохо с Каспийской. Тренируюсь в клубе Олимпия, город Краснодар, жилой комплекс Московский, клуб Олимпия, Котлерово 15. Не считаю ни белка, ни углей. Много. А углеводов нет. Углеводов, ну, потолок, может быть, там 400-500. А белка где-то так же, примерно. Опасны? Да, опасны. Я бы не советовал употреблять жиросжигатели. Вот на самом деле не советовал бы. Принимайте что-то более такое качественное. Эл-карнитин. Там какие-нибудь, я не знаю, там, может быть, ну, точно не вот эти стимуляторы температуры тела. Или там щитовидные железы. Или 31 год. 31 год. Я как-то раз попробовал Олипо 6. Знаете, даже на запах напоминает пару фир... Могу вам сказать точно, что фирма Эрго, с которыми у меня контракты, которые меня сейчас спонсируют, великолепного качества. Это я вам говорю честно. Эрго это шикарный бренд. Предтреник, ну, смотря как он на вас действует. На некоторых предтреники действуют очень плохо. Тошнота, голова окружения, упадок сил, сердцебиение, там, тахикардия повышенная. Смотря как они на вас действуют. И в любом случае, если... 51. В любом случае, если вы, например, человек такой напряженный, не знаю, то... Наверное, я в расслабленном состоянии, просто в три раза жестче, чем вы в напряженном. Поэтому вам так кажется. Вот. Идеальный завтрак овсянка и зеленое яблоко. Овсянка на воде и зеленое яблоко. Форма Кадзоева. Хорошая форма у Кадзоева. Потому что идиоты, поэтому и отнесли. На самом деле, мелдранат, в связи с бабушкой, старенькой, дедушкой, детям дают мелдранат для разгона, обмена веществ. Ну, естественно, без сахара. Ну, соль я сам не вожу, а так соль есть можно. Соль есть можно. Пресс пишется с двумя буквами С. Что делаю против живота? У Эрго есть свой сайт? Да, у Эрго есть свой сайт. Можете вбить, например, бодиманию, смотрю отличный канал. В Дагестане пока не знаю, пока не планирую. Если вбить в группах ВКонтакте, группа называется «Хочешь мышцы». Найдите группу «Хочешь мышцы ВКонтакте» и там будет вся информация по бренду Эрго. Вакуум. Блин, я все обещаю, никак не начну. Но шею качать начал, а вакуум еще нет. Начну скоро. Вакуум тоже придет. Я обещал подписчикам в Перископе разрешенные курсы в аптеке. В аптеке продается амнодрен, сустанон и ритаболил, по-моему. Пропионат. Я обещал подписчикам накачать огромную шею. Не знаю, зачем подписался. Ну, хрен с ним, буду качать шею, ладно. И обещал дать свое, как говорится, заключение, свое мнение о таком методе, как вакуум. Поэтому, да, я как только начну делать вакуум, я об этом сообщу. И потом посмотрим, что про тахердия. Тахердия – это тахикардия, наверное. А что про нее говорить? Ну, как, что сказать? Херо, когда тахикардия. Че колешь? Все абсолютно. Куда можно мне написать? Пишите в Инстаграм. Нет, по химии был не отличником. По физкультуре был отличником. Вот, пишите в Инстаграм Адама Бакаров. В ВКонтакте Адама Бакаров. Там есть все адреса, все. Сложные углеводы. Нет, статодинамику – не. Статодинамику – нет. Ватсап – лучше не надо. Голова болит от этого ватсапа. Такую ересь иногда люди пишут. Макс Тароян – да, знаю, Макс. Я сам знаю лучше, как мне шею качать. Грушу. Ну, я думаю, что лучше я буду бить грушу, чем груша будет бить меня. Химик, физик. Смотри, ты уходишь. Ты мне, честно, надоел. Ты уходишь, мы тебя больше не увидим. Так. Ну, еще раз напишешь – уйдешь. Давай какую-нибудь прощальную речь, и мы тебя отправим. Да, гормон роста есть. Вот, все. До свидания. Красавчик. Поддерживаю. Водянов говорил, что я колю все подряд. Я не думаю, что Водянов бы такое сказал, потому что, во-первых, мы с ним на эту тему не разговаривали. Это раз. А во-вторых, даже если бы и разговаривали, он бы вам в этом не сказал. Привет, привет. Бонжор. Здрасте. Джентропин, да. В прошлом году пробовал Джентропин. Честно, мне не очень. Как-то не удалось. Нет, не дилер. В принципе, тренировки на массонаборе и на сушке ничем не отличаются особо. Отличается только подход к питанию. Тренировки всегда остаются практически на одном уровне. Все как было, так все и остается, в принципе. Ничего не меняется. Нет, пиво не пью. По бочке нет, не чувствую. По бочке вместе пишется. Фирменное блюдо... О-о-о-о... Глазунья ихница. Ха-ха-ха. Сердце сажается. Сердце сажается от алкоголя, от никотина, от плохого питания, от жирной еды, от сала, от колбасы. Вот от чего сажается сердце. Не создавайте себе иллюзий, народ. Те, кто думают, что они самые здоровые, поверьте мне, до моего здоровья. Вот все говорят, да, спортсмены гробят свое здоровье. Я всегда говорю один момент. Спортсмен – это человек, который в первую очередь следит за своим здоровьем. Если у него не будет здоровья, он просто не сможет делать колоссальные нагрузки и соревноваться на высоком уровне. Поэтому как может спортсмен быть больным? Больным может быть больной человек. Спортсмен больным быть не может. Организм просто не выдержит всех этих нагрузок. Поэтому говорить, что спортсмены гробят свое здоровье – это на самом деле такая глупость. В KFC, но я не ем в KFC. Я ел, честно, ел раньше в KFC, я заходил, мне нравилось. Пока мне один раз такого говна не положили. Какой-то пережаренный, пересоленый. Что-то мне как-то я поел и в следующий раз лучше пойду, не знаю. Если уж и жрать какого-нибудь дерьма, то, наверное, сабвей лучше. Мне, я там время от времени могу, когда не на диете, зайти сабвея поесть немножко. Что главное, чтобы у тебя пипка стояла. Я тебе скажу, мальчик, если ты интересуешься мужскими пипками, то это не к нам, братан. Это к психиатру в первую очередь. Ты о себе заботься, как бы, а у нас все-все хорошо. Шаурма, Макдак, да ешьте на здоровье, че, оплачено. Нет, на самом деле, конечно, старайтесь съесть более чистую пищу. Кашки кушайте. Смотри, ты уходишь, шутник. Еще шутники есть, давайте лучше сразу. Так. Да, нет, сейчас. Нет, сам не готовлю, девушка готова. Так, все, ты уходишь. Давай, до свидания. Десертное блюдо. Простуда. Я уже не болел года полтора, наверное. Года полтора уже не болел. Блин, какой-то вопрос пропустил. Блин, сбиваюсь, извините, еще раз задайте. Да, в принципе, любое движение расходует калории, но если вы хотите похудеть, то ходить надо все-таки либо на дорожке, либо крутить велосипед, либо бегать. А, про десерт, про десерт я отвечу. Вот. От простуды. Мне очень хорошо, ты слишком качок, ну простите. Извините, пожалуйста. Я, 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 ну так, так вышло. Вот. Глютамин мне очень хорошо помогает, аминокислота для поднятия иммунитета. Если вдруг у меня начинаются какие-то звоночки, я пью циклоферон или амиксин. Не знаю, многие говорят, что это бред, что он не работает. Не знаю. Мне помогает. Я не болел, по крайней мере, года полтора уже. Если брать какой-нибудь десерт, я очень люблю печеное. Булочки с повидлом, пироги. Я не люблю тупо шоколад или торт или что-нибудь такое. Там кру, там круассанчик какой-нибудь. На фарму не трачу нисколько. У меня, мои спонсоры, это Ergo, компания. Они мне все оплачивают, за что им огромное спасибо. Креатин принимайте 5-6 раз в день маленькими порциями после еды. Не употребляйте креатин с кофеином, с колой, зеленым чаем и кофеином. Потому что кофеин нейтрализует действие креатина. Чем пить креатин 2 раза в день? Большими порциями по чайной ложке, например, лучше 4 раза по полчайной, а еще лучше 6 раз по одной трети. После еды. Я ГР, где рабочий взять? У меня можете взять рабочий ГР, по-настоящему рабочий, иначе бы я с ним не работал. Компания GenoFarm, очень хорошее качество. Живую киноформу сейчас не видел. Посмотрим на соревнованиях. Ни творог, ни казеин. Не пью ни то, ни другое. Не понимаю казеин, продукт, который несколько часов бродит в желудке во время сна. Причем ложусь я довольно поздно, в час, в два, просыпаюсь уже в 6 на завтрак. Я, в принципе, ем немного мяса перед сном или яйца, или выпиваю протеиновые шейки. У меня все становится хорошо. Я думаю, катаболизм у меня... Ансамон тоже хороший. Да, ансамон хороший. Если вы найдете настоящий ансамон, то он хороший. Зубы? Нет, не в порядке у меня зубы, потому что я уже говорил, наверное, вы пропустили. У меня сейчас идет лечение. Здесь вставлены шпунты и натянутые брекеты. Время сна у всех индивидуально. Кто-то за 5 часов высыпается, кто-то за 10. Посмотрите, как только вы чувствуете себя хорошо, переспать тоже плохо. От Краснодара до Урала ГР дойдет. Если будете заказывать, я вам прям с Екатеринбурга этот ГР отправлю. С Урала прям в Урал. Креатин. В принципе, креатин можно принимать без паузы, но если вы ее делаете, то делайте недели-две. Прием креатина можно продлить на месяца полтора-два, потому что он только на день 10-14 начнет реально работать. Какое-то время потратите на накопление креатина в мышцах. А потом где-то месяца полтора-два, я думаю. До бодибилдинга занимался боевыми видами. Тайский бокс, вольная борьба, бокс. Мне не интересен бой дочери Тихомирова. Мне кажется, что летом самая большая проблема это обезвоженность и плохой аппетит. Больше прохладной чистой воды и стараться есть, разбейте свою калорийность, нужное вам количество калорий. И следите, чтобы вы его укладывали вам. Если вы не считаете свои калории, то вам может быть только кажется, что вы укладываете свой суточный рацион. Поэтому считайте, чтобы вы точно знали. Спасибо большое. Доброй ночи. Да, на брусьях великолепно качается грудь. Нижний пучок особенно. Кардио лучше идти. На курсе креатин не нужен. Мальчики, девочки, с вами очень здорово вообще. Я думаю, надо будет закругляться. Мне телефон тоже говорит, что зарядка у нас приезжает. Да, арбузы люблю, да. Дыни не очень, арбузы люблю. Не настолько сильно, как Кайгрин. Я их просто ем. Вот. Спасибо всем огромное. Отличная аудитория. Интересные вопросы. Спасибо большое. Спасибо. И вам всего доброго. Заходите почаще. Подписывайтесь на канал. У нас скоро опять начнет работать канал. Еще раз говорю. Бодискул. На ютубе. Можете просто набрать. Адама Бакаров. Вам тоже огромное спасибо. Инстаграм. В Фейсбуке я есть. Но я там практически не... Да, я буду заходить чаще. Я вам все время обещаю. И все время пропадаю на три недели. Сейчас я буду выходить чаще. Не так часто, как Водянов. Я вам обещаю, что так часто, как Водянов, я выходить не буду. Я буду выходить раз в неделю. Все. Спасибо вам большое. Всем доброй ночи. Счастливо. Спасибо.